Продолжение следует... 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 это не диалог. То есть диалог — это действительно, когда мы слышим друг друга, когда у нас образовывается какой-то общий смысл, и мы слышим друг друга действительно. Что же такое трудный диалог? Есть много книг, которые написаны про переговоры, и там они все сходятся к тому, что трудный диалог складывается из трех показателей. Собственно, высокие ставки. То есть когда сам диалог для нас действительно имеет какую-то высокую, там, последствия какие-то, да, он для нас очень важен. Следующий пункт — это сильные эмоции, когда, ну, то есть мы как-то очень сильно нервничаем, нам тяжело, мы, может быть, даже злимся или, там, в целом мы как-то стрессуем, там, не знаю, боимся и так далее. И следующий пункт — это конфликт интересов. То есть диалог действительно усложняется, когда у нас вообще разные позиции, да, с человеком, с которым мы идем общаться. То есть он хочет одного, мы хотим другого, и нам очень тяжело найти какую-то общую цель для того, чтобы в итоге договориться. И вот исследование есть на тему как раз нашего человека, который откладывал свой вот этот вот диалог с тем лидом о том, что, избегая трудных диалогов, человек теряет восьмичасовой рабочий день вот с этим откладыванием. Каждый раз он, по сути, теряет очень много своего личного времени, которое я могу потратить на что-то более полезное. Но сейчас я так думаю, что, типа, вот про этого человека, что, типа, а почему же он не поговорил? Ну, это же странно, это нелогично. Но сегодня мы с вами немножко попутешествуем во времени, и я расскажу историю, которая была пять лет назад со мной, когда мне предстоял тот же самый диалог, когда мне нужно было попросить повышение зарплаты. И я такая, боже, типа, как же это сделать? Это же, ну, типа, как я просто приду и скажу начальнику, типа, я хочу денег больше. Для меня это сложно. Вот есть для кого-нибудь это тоже сложно? Поднимите ручки, пожалуйста. Вот не так много людей, кстати. Ну, не знаю, я поделюсь, почему мне было сложно, и расскажу, как я именно это делала. Собственно, первый пункт, да, алгоритма нашего, к которому мы идем, это вообще решить, что, типа, все, так жить дальше нельзя, я пойду разговаривать точно. Мы принимаем решение, и дальше нам становится уже полегче. Если нам очень страшно, и мы вообще такие, типа, боже, я не знаю, как к этому подойти, мой секрет вот такой. То есть в любые какие-то сложные свои события я стараюсь воспринимать как квест. что, типа, вот, у меня есть какие-то пунктики последовательные, у меня есть конечная цель, и я буду относиться к этому как такой, ну, немножечко игре, достигая чекпоинт и ставя там такие себе галочки, что, типа, ну, вот, что-то я уже сделала. Далее. Следующий пункт — это подготовка фактов, аргументов и фактов. То есть просто так идти, общаться без подготовки, без каких-то конкретных штук, ну, это мы чуть попозже посмотрим, как именно это формулировать, но тем не менее, нужно обязательно готовить факты. Причем эти факты не должны быть расплывчатыми. То есть если мы говорим именно про, там, повышение зарплаты своей, да, то есть мы не говорим, что, типа, ну, у меня стало больше ответственности. Формулировка должна быть, что я конкретно делаю теперь вот это, вот это и вот это, какие-то числа и так далее. Следующий пункт — это фиксация цели, потому что когда мы заходим в диалог, который для нас эмоциональный, нам иногда тяжело вообще вспомнить в процессе диалога, зачем же мы пришли. И очень важно поэтому зафиксировать цель. Мне когда прям какой-то суперсложный диалог, я могу прям на стикер написать цель, прям повесить его на монитор, этот стикер, и периодически на него смотреть, что, типа, вот это то, как раз к чему я в процессе диалога хочу прийти, и я постепенно, там, периодически смотрю на него. Следующее — подготовка себя. Да, то есть если мы пришли в диалог, и нам очень-очень страшно, мы понимаем, что сейчас мы, типа, прям вот, очень сильно нервничаем. Как же себе помочь справиться с этой ситуацией? Самое важное, вот этот слайд, мне кажется, я ношу между своими презентациями все время, но я правда так думаю, что самое важное — реально оставаться в адеквате в любой ситуации, потому что были бы вы злые, или там, наоборот, вы пришли в какое-то там состояние оголенного провода. Самое важное — привести себя в порядок, чтобы вообще как-то трезво коммуницировать. Но давайте еще поговорим про способы, как именно себя в порядок привести. У меня, на самом деле, есть отдельный доклад про это, поэтому я так пробегусь довольно быстро. Первый способ — это дыхание. То есть когда мы в стрессе, у нас ритм дыхания изменен, и мы можем его сами выровнять, таким образом успокоившись. Собственно, есть всякие дыхания по квадрату, есть техники всякие 4-5-7, в общем, правда, это можно отдельно почитать, но 3-4 минутки подышали, и нам уже стало лучше. Следующий пункт — это открытая поза. Я тут убрала у себя позу победителей из доклада, но, в общем, если кто-то смотрел, то вы же знаете. Открытая поза — в чём смысл? Есть двухсторонняя связь между мозгом и телом. И когда мы находимся в открытой позе, исторически так сложилось, что мы демонстрируем жизненно важные органы, и человек, который с нами взаимодействует, он видит, что мы условно здоровы, соответственно, нам можно доверять, к нам можно прислушиваться. Поэтому вот такое состояние в открытой позе, оно снижает уровень гормона стресса и повышает уровень тестостерона, что тоже хорошо скатывается на нашем состоянии. Следующее — это сжимание мячика. Тоже не буду останавливаться, но есть такое смешное исследование. Человек, который мучил спортсменов перед соревнованиями. И он говорил, что если в левой руке сжимать мячик в течение 3-4 минут, вы успокаиваетесь, и, соответственно, вам становится легче. Опять же, я вот с собой на всякий созвонный антистресс мячик таскаю, жампаю его периодически. Следующее, тоже очень хорошая штука, это повесить на свое состояние ярлык. Почему это работает? Потому что мы переносим наше, собственно, вот это вот внимание, да, из правого полушария, где у нас эмоции, в левое. То есть мы уже осознаем, что с нами что-то не так, например, что мы там злимся и так далее. И, соответственно, мы это обозначаем, переносим именно в левое логическое полушарие, и нам таким образом становится легче работать с собой. То же самое переносится и на другого человека, на самом деле. Следующее, ну, собственно, непосредственный диалог. Когда я таки подготовилась, привела себя в порядок, пошла общаться, как же именно строился мой вот этот самый диалог с начальником о том, чтобы мне зарплату повысили? Собственно, первое. Озвучивать, как я уже сказала, достижения в числах. Вот прям в числах, что типа я сделала там, не знаю, самостоятельно вместе с командой, там, три проекта. Мы там на 15% повысили что-то, что-то. Обязательно числа должны быть. Просто не просто какие-то расплывчатые формулировки, а конкретики. Следующее, если у вас есть какие-то договоренности, уже были, нужно их проговорить, что типа мы вот там полгода назад договорились, что там при каких-то условиях вы меня повысите. Обязательно я дозвучиваю. Если же договоренности нет, то есть очень хороший вопрос, который позволит вам как раз-таки договориться о повышении. Это нужно спросить, что же мне нужно сделать для того, чтобы мне подняли зарплату. Я почему-то, когда работала, ну, собственно, работаю руководителем, редко слышу этот вопрос, хотя на самом деле он очень хороший. То есть просто, когда меня человек спрашивает, а что же мне сделать для того, чтобы меня повысили, это меня прям очень радует. Правда, классный вопрос. Далее. Если вы пришли просить зарплату, скорее всего, у вас есть какие-то конкретные ожидания по числам. То есть вы же не хотите там плюс 2000 получать. Поэтому обязательно скажите вашу цель. И цель, классно, если эта цель будет в неточных числах, то есть не там 15%, а именно 14. То есть не просто там 200 тысяч, 225. Это выглядит более осознанно, осознанно, что вы подумали заранее, именно что вы хотите, и держать в голове это тоже проще. Ну и обязательно уточните даты принятия решения. То есть когда же вам все-таки скажут, будет повышение или нет. И с этим связан следующий пункт, это фиксирование договоренностей. То есть когда вы уже провели любой трудный диалог, очень важно записать, согласовать, о чем вы договорились прям, и когда конкретно будут выполнены те договоренности, которые вы там в процессе вывели. Это очень важный пункт. Ну вот пять лет назад я, собственно, просила зарплату себе, а полгода назад ко мне пришел человек, который как раз-таки со мной говорил уже с позиции, то есть я руководитель, и он у меня пришел просить зарплату. Вот. И я такая, ну ладно. Очень важно, на самом деле, тот инсайт, который я получила даже в процессе подготовки доклада, что когда к вам пришел человек, просто попросить зарплату, без оффера, у него нет никакого шантажа, надо сказать спасибо человеку, что он пришел просто поговорить. Это реально очень важно. То есть когда к вам пришел человек, просто сказал, типа, я, блин, повышение хочу, еще год буду работать с этой зарплатой, вообще не парясь. Он такие, блин, супер, спасибо большое, договоримся. Также, если опять же к вам там, вам кто-то написал, что типа, хочу еще x2, и вы такие, пойдем поговорим. Прямо сейчас вы его тащите, там, говорит, в Zoom, и говорите, пошли, вот прямо сейчас. Лучше так не делать, конечно, потому что, опять же, вам нужно время подготовиться, ну, то есть как-то и чтобы уже там узнать, что-то дополнительно перед встречей. Но опять же, эту паузу затягивать не стоит, да, то есть не говорите, ну, давай там вот через три месяца мы с тобой поговорим, можете там передумаешь еще, вот, так тоже лучше не делать, то есть назначить конкретную встречу, чтобы типа, окей, давай мы с тобой это обсудим, завтра в три часа дня. Также все эти штуки лучше не обсуждать текстом. Ну, это, наверное, очевидно, да, но тем не менее это важно. То есть не надо там текстом писать, что типа, давай там, у нас есть такие-то предложения и так далее, это звучит, точнее, это не очень хорошо, потому что интонации не всегда мы правильно интерпретируем в переписке, а голосом лучше, ну, естественно, лучше вообще с видео или лично. Следующее. Обязательно готовьте альтернативы. То есть если вы, например, не можете прямо сейчас человеку предложить повышение, вы можете, например, там, какими-то другими штуками его, ну, как-то сказать ему, благодарность ему выразить, да, то есть какую-то премию, или, может быть, там, ту же самую поиску на конференцию. Вот, поэтому готовьтесь к каким-то альтернативным вариантам. Ну, давайте посмотрим, как теперь с точки зрения руководителя выглядит диалог о повышении зарплаты. Собственно, спросите у человека, что же его побудило попросить повышение, да, то есть может быть у него какая-то такая история, что он там поговорил с каким-то своим другом, он ему сказал, что у него там какая-то большая зарплата, и человек такой, блин, наверное, мне тоже надо. Вот, бывают такие штуки, бывают там, что-то действительно человек чувствует себя недооцененным, очень важно понять саму причину. Собственно, важно ее услышать, помимо того, что вы спросили, и после этого, да, нужно еще все-таки обработать это, про тот самый диалог, определение, которое ему давали. Следующее. Установите четкие метрики, да, то есть чтобы человек понимал, что ему нужно там условно за месяц достичь каких-то, каких-то результатов. Это прозрачно как для вас, так и для человека. То есть он понимает, что нужно ему сделать, и вы понимаете, на что вы будете опираться при уже конкретном принятии решения. Обязательно, да, с точки зрения руководителя тоже проговорить проценты и числа, то есть насколько конкретно у человека повысится зарплата, потому что здесь вот важно сойтись. Ну и опять же, да, фиксируйте договоренность. То есть это прям must have. Следующее. Теперь давайте вернемся в настоящее время, когда уже, опять же, у нас довольно большое количество всяких коммуникаций происходит. И вот такой поинт у меня есть, что каждый следующий вот этот трудный диалог, он чуть-чуть легче предыдущего. То есть это как раз о том, что мы со временем получаем навык, который позволяет нам все легче и легче эти диалоги проводить. Поэтому я тут это написала для того, чтобы как-то, не знаю, вас утешить и себя утешить, да, потому что иногда некоторые коммуникации очень тяжелые, и то, что я сейчас, как я об этом со сцены рассказываю, может звучать как-то легко. На самом деле каждый из этих диалогов был для меня действительно очень сложный, но со временем это, правда, становится проще. Давайте теперь попробуем из того, что мы уже обсудили, вывести какой-то алгоритм этого самого трудного диалога. Да, то есть, собственно, у нас есть подготовка, у нас есть непосредственно сам диалог, есть выведение решения и, собственно, контроль исполнения этого решения. Любой из тяжелых диалогов строится именно вот так. Но каждый пункт здесь очень важен. Теперь давайте с вами посмотрим другие кейсы трудных диалогов. Опять же, с обеих сторон. Сохранение сотрудника. То есть, когда все-таки наш сотрудник не сказал, что, типа, я просто хочу зарплату повыше, а принес нам офер. Такой, все, вот мой офер, до свидания. Вот. Как же такие диалоги вести? Давайте посмотрим, как со стороны сотрудника, да, можно как раз говорить о том, что я хочу уйти, там, и далее уже, как об этом, собственно, начальнику сказать, чтобы избежать всяких нехороших штук. Собственно, сформулируйте свои пожелания. Да, то есть, если вы все-таки, есть условия, при которых вы хотите остаться в компании, желательно их прямо проговорить. То есть, не надо, чтобы там ваш руководитель догадывался, что, типа, я, наверное, могу ему предложить, вот, типа, 10 пунктов. Если вы что-то хотите конкретное, скажите об этом. Далее. Если вы уже решили, что вы уходите, просто скажите, что вы уходите. Это тоже нормально. То есть, у меня были такие истории, когда я сказала, что я точно ухожу, мне не надо никаких альтернатив предлагать. Ну, это экономит всем время. Это нормально. Также будьте готовы к отсутствию предложений. То есть, если вы просто пришли и сказали, что, типа, ну, все, это там, через две недели, вот мое заявление, вам могут сказать, что, типа, окей. Вот. Возможно, это редко бывает, да, и неожиданно, но, тем не менее, такой вариант тоже может быть. Будьте морально к нему готовы. То есть, если вы просто несете оффер, чтобы, там, какие-то дополнительные условия получить себе, возможно, это не сработает. Следующее. Задавайте вопросы, опять же. То есть, если все-таки вы можете что-то такое попросить, что вас удержит, поспрашивайте об этом, да. То есть, есть ли какие-то, там, у меня возможность, например, там, повышения, там, через год. Или, может быть, я могу, там, не знаю, менторить кого-то взять. То есть, ну, поспрашивайте то, что может вас удержать. Ну, и опять же, дайте себе время подумать, да. То есть, если вдруг вам что-то такое предложили, вы такие, да, все, я остаюсь. Вот. Стоит немножко это в голове-таки попереваривать. Ага, вот оно случилось. Окей. Теперь давайте посмотрим на этот же самый диалог, но он как выглядит со стороны руководителя. То есть, обязательно, опять же, вот, примите решение. Возможно, вам не надо удерживать сотрудника. Это тоже нормально. Может быть, наоборот, вы понимаете, что вы очень хотите его удержать, и вам прям обязательно нужно это сделать. Это очень важный пункт. Следующее. Выделите триггеры решения человека. То есть, триггеры – это не причина ухода. Триггер – это именно что вот триггернуло человека. То есть, после какого события он таки принял решение, что, кажется, я хочу уходить. То есть, это, опять же, могут быть разные штуки, но важно их понимать для того, чтобы какое-то для себя какое-то решение придумать, как человеку удержать. Следующее. Опять же, продумайте альтернативные предложения. То есть, у меня была история, когда человек мне сказал, вот, я выгорел, я больше работать не могу, пожалуй, я увольняюсь. А человек был бэкэндер, и он имел вообще, то есть, самые полные знания по важному для нас проекту. И мы его терять вообще ни в коем случае не хотели. И, соответственно, после подготовки как раз-таки всяких возможностей альтернативных для него и триггеров, оказалось, что человеку нравится фронт. То есть, он хочет, он там что-нибудь немножко пописал на фронте. Нет, не тот фронт, про который вы посмеялись, он здесь. Фронт-энд ему нравится, ребят, фронт-энд. И он такой, я хочу фронт-энд. И мы такие, ну, почему бы нет? Действительно, это хорошая альтернатива, то есть, человек получает то, что хочет. Да, все, как бы вытащить из мозга эту коннотацию. Да, вот. И в итоге мы действительно предложили человеку писать на джессе, собственно, на Vue тогда у нас был, по-моему, фреймворк. Вот. И действительно, это помогло. То есть, мы сохранили человека, и он получил то, что хочет. Ему стало снова интересно работать. И мы сохранили знания по проекту, которые были для нас важны. В итоге человек стал вообще темледом фронт-энда. Вот. Так что это действительно иногда работает, такие неожиданные альтернативные предложения. Обязательно, опять же, послушайте, что вам говорит человек. То есть, очень часто причина именно не в том, что человек хочет уйти, а, возможно, он действительно устал, ему нужен такой длительный отпуск, ему нужна смена стека и так далее. Может, смена проекта поможет. Если человек при наших вопросах, почему же ты хотел уйти, нам ничего не говорит, он такой, ну, типа, не знаю, просто я так решил. Мне помогает вот эта вот фраза, что я, да, либо слишком давила, либо не смогла что-то услышать, и, может быть, тебе нужно сказать что-то важное. Да, есть еще что-то важное, что мы не проговорили. Вот. И после этого человек иногда что-то еще нам доотвечает. Это тоже работает. Ну, и опять же, составьте план действий. Да, то есть, если вы что-то человеку пообещали, что вы что-то поменяете, то недостаточно пообещать. Да, то есть, если вы такие договорились, вот там, типа, вот у нас будут изменения, и вот здесь вот все будет хорошо, а после этого ничего не происходит, ну, это очень плохо, понятное дело. Поэтому обязательно договоритесь, когда именно произойдут те изменения, которые человек ждет. Да, то есть, к примеру, вот с этим человеком, который переключался у фронтенд, мы договорились, что, ну, окей, давайте ты вот примерно там 3-4 недели будешь передавать знания, и потом потихонечку будешь гружаться, соответственно, уже в JS. Дальше. Еще один такой сложный кейс и истории про увольнение со стороны сотрудника. Со мной поделился Зар Захаров, который вот в этом зале, в соседнем выступе, одет. Вот, спасибо вам большое за историю. Но история на самом деле грустная, то есть, действительно, была компания, которая хотела, точнее, прям решила его уволить. При этом история была не очень красивая, и за неделю до испытательного срока с ним говорил Тим Лит и говорил, что все у нас классно, мы прям хорошо работаем, мы команда. А вот за день до испытательного срока к нему пришли и сказали, слушай, чувак, ну, кажется, мы не сработаемся. Типа, давай, ты уходишь, и все. То есть, это очень тяжелая история, потому что со стороны именно, ну, вот, Зара тогда, да, он делился тем, что он в какой-то момент вообще думал, что, типа, может, разработка это не его, может, ему надо уходить, потому что это вот настолько создание вот этого неопределенности, да, то есть, с одной стороны, тебе сказали, что все в порядке, а с другой стороны, что, там, через пять дней, что до свидания. Вот, и тут, как же вообще вот идти, общаться с руководителем, который вам сказал, что все, ты уходишь. Очень важный пункт, нужно прояснить эту ситуацию и прояснить ее в первую очередь для себя, чтобы вы понимали причины, по которым вы не подошли. То есть, тут нужно добиться максимальной конкретики. Если вам руководитель ее не дает, сходите, узнайте ее по другим источникам, потому что на будущее это очень важно понимать, что же было не так. Далее, узнайте все варианты развития событий, да, то есть, может быть, вы не подходите в эту команду, но есть какая-то другая, к примеру, в которую вы, там, захотите пойти сами, либо, может, есть какой-то еще альтернативный вариант. Не оправдывайтесь, да, и не нападайте, потому что, если вы будете говорить, да вы мне обещали, да как вы могли, и так далее, либо наоборот, что, типа, ну, я же, типа, вот я же делал, это, нет никакой в этом ценности, да, то есть, здесь важно именно все-таки вот в таком хорошем состоянии идти именно в трезвом мыслящем, без эмоций. Не торопитесь, опять же, с принятием решений, да, то есть, если вам все-таки что-то предложили, вы такой, да, я смогу, потому что вот Зару тогда предложили пройти еще там собеседование в другие команды, и была очень странная история, что он вроде их прошел, но все равно ему сказали, нет, это недостаточно хорошо, в общем, не торопитесь с принятием решения, это такое, может быть, тоже важный совет. Как же теперь выглядит диалог со стороны руководителя, то есть, в свое время, когда мне предстояло уволить человека, который тоже считал, что он все делает хорошо, то есть, вот, сложные увольнения происходят именно тогда, когда человек думает, что все в порядке, а на самом деле это не так, потому что если человек сам понимает, что он там что-то не то делает, то ему уже проще, то есть, он хотя бы предсказуемо для него ожидаем, что с ним поговорят об увольнении, вот, но иногда это не так действительно. Тут делаю небольшую пометку, что мы все-таки всегда предупреждаем о том, что человек что-то делает не так, то есть, буквально, там, хотя бы нужно сказать человеку, что смотри, нужно вот это, вот это и вот это вот исправить, и через, там, месяц мы посмотрим, есть ли улучшения, и вот если их нет, тогда уже можно говорить об увольнении, потому что если вы просто придете сразу и скажете человеку, все, ты плохо работаешь, уходи, ну, это нехорошо. Вот. Опять же, когда вы пришли говорить сотруднику о том, что вы хотите его уволить, оперируйте фактами, конкретными фактами, не то, что, типа, ты все время опаздываешь на делики, и он скажет такой, типа, ну, в смысле, все время, я вчера вовремя пришел, вот, поэтому обязательно четкие должны быть штуки, например, задержка проекта на, не знаю, там, на два месяца, потеря, там, нескольких миллионов из-за этого компании, и так далее, вот это факты, которые человек поймет, да, то есть, что же именно он сделал и так. Далее. Сделайте, опять же, ситуацию максимально прозрачной. Это очень важно для человека и для того, чтобы вы в итоге хорошо разошлись. Не уходите, опять же, защищаться. Не уходите ни защищаться, ни нападать, да, то есть, опять же, это, ну, то есть, эмоции здесь скорее вызовут негативный результат. Не будьте, опять же, категоричны, да, что, типа, да ты всегда все делал плохо, вот, ну, это как-то странно. И, опять же, не пытайтесь остаться хорошим для всех. Примите, что, когда вы увольняете человека, это вряд ли у него вызовет положительные эмоции, поэтому это нормально для него стать в этот момент плохим, то есть, как-то, ну, то есть, пытаться за счет кого-то, там, показаться хорошим, что, типа, нет, я был против этого решения, вот, то есть, такого делать, конечно, не надо, то есть, ну, примите к тому, что, ну, к вам, вероятно, станут не очень хорошо относиться после этого. Ну, опять же, фиксируйте договоренности письменно, почему я добавила этот пункт, потому что я как-то, у меня был кейс, когда человек сказал на созвоне, что, типа, все хорошо, я через неделю напишу заявление об увольнении, а потом через неделю пришел и сказал, а я такого не говорил, в смысле, в смысле, не было такого, вот, поэтому, если вы о чем-то договорились, зафиксируйте это, чтобы вы могли потом этим оперировать. Следующий кейс — это конфликт внутри команды. Расскажу тоже с нескольких сторон. Это со стороны участника конфликта. Как-то я действительно была участником непосредственно конфликта, когда я со своим коллегой просто, ну, мы дошли до такой точки, что я вообще не могла с ним разговаривать. То есть я такая, боже, ну, человек вообще неадекватен, он не понимает, я не хочу вообще с ним взаимодействовать. Что же в этом случае делать? Позовите третьего человека. То есть это может быть какая-то прям эскалация до руководителя, это может быть просто человек, которого все уважают. То есть если вы понимаете, что вы действительно не можете взаимодействовать с человеком, пригласите третью сторону. Опять же, попробуйте для себя увидеть ситуацию со стороны другого. Сейчас я расскажу уже со стороны медиатора, как происходит, но тем не менее, хотя бы попробуйте для себя. Если вы не справляетесь с эмоциями, скажите об этом прямо. То есть у меня было такое на созвонах, что человек что-то говорит, и меня это просто настолько бесит, что я такая, боже, ну, думаю, что ты несешь вообще? Вот, ну, естественно, вы же не можете об этом сказать. Вот, то есть вы просто говорите, ну, то есть как я делала, да, я говорила, что я, ну, типа, сейчас вот не могу коммуницировать нормально, я сейчас начну орать, поэтому я выхожу просто, ну, типа, извините, я выйду, давайте, типа, через пять минут продолжим. То есть мне кажется, что это нормально, потому что это лучше, чем просто вы начнете там матом разговаривать дальше. Вот. Глеб согласен. Надеюсь. Вот, в общем, да, и обсудите этот конфликт втроем уже. Ну, опять же, фиксируйте договоренности. Как со стороны медиатора вести? То есть если вас пригласили разрешить конфликт, как это делать? Опять же, нужно поговорить с каждым человеком, да, что, типа, а как по-твоему выглядит, как по-твоему? То есть в моей ситуации конфликта был конфликт у Девопса и Пьема, и они просто тоже вышли в момент, когда они не могли разговаривать друг с другом. То есть Девопс такой, да он вообще этот менеджер, он вообще ничего не понимает, он меня не слушает, он вообще не вникает в процессы. Менеджер говорит, я не понимаю, что Девопс говорит вообще. Ну, типа, я, может, не против, но я не понимаю. Вот. И в итоге я как-то поговорила с каждым и попросила у каждого, а как ты думаешь, как ты вот со стороны другого выглядишь? То есть, пример. Да, ну, я Девопс спросила, как ты думаешь, вот, типа, твое поведение выглядит для менеджера? И он такой, ну, наверное, я правда, типа, ну, терминами оперирую, может быть, ему и не надо вникать глубоко в то, что я говорю. И, соответственно, наоборот, да, я спросила у менеджера, как ты думаешь, как для Девопса? И менеджер говорит, ну, наверное, действительно, ну, я не стараюсь как-то погрузиться в его проблему, да, то есть, может, он действительно есть. Ну, и в итоге мы поговорили втроем, и они пришли к каким-то договоренностям, как будет в конце. Да, то есть послушайте обязательно. Да, важный пункт, не принимать чью-то в сторону, да, то есть мне, как бывшему, там, о, боже, бывшему разработчику, ну, то есть мне кажется, Девопс для меня ближе, да, я такая, блин, ну, да, ну, как же, как же, вот он этот менеджер, да, ну, может, он там вникнет все-таки в наши проблемы, но так не надо делать, вы же медиатор, вам нужно трезво мыслить. Вот, ну, и обсудите, опять же, конфликт, и фиксируйте договоренности. Все, последний кейс, это срыв сроков, это тоже такая веселая история, на самом деле мне столько кейсов всяких рассказали, пока я готовилась к этому докладу про срыв сроков, что они, к сожалению, все не помесятся, мне кажется, можно отдельный доклад делать про это. Так вот, со стороны бизнеса, если ваши подрядчики, например, какой-то аутсорс, нарушают сроки, приходят и говорят, у нас ничего не готово, вот, вот, как же вам идти с ними общаться? Во-первых, изучите юридическую сторону вопроса, да, это про подготовку факта, он тоже очень важен. Есть хороший кейс, когда вы идете разговаривать, то есть, когда у вас есть какой-то представитель вот этого подрядчика аутсорса, который вам пришел и сказал, что ничего не готово, было бы хорошо поговорить еще, например, с непосредственным исполнителем, как вообще, что он знает об этой ситуации, эскалировать это, например, до аккаунта и так далее. То есть, с разных сторон попытаться посмотреть на исполнителей, как раз-таки, которые сроки задерживают. Узнайте текущую нагрузку, да, этого самого исполнителя, потому что, возможно, когда вы узнаете, что вот этого, например, аутсорса, еще там пять проектов, и ваш там вообще не в приоритете, вы уже можете как раз-таки этим оперировать, да, что, типа, нужно сделать, я знаю, что у вас есть там другие проекты, нужно сделать ваш проект ключевым, потому что, ну, и обозначить последствия этого всего, да, потому что, опять же, они, скорее всего, есть в договоре. Но, опять же, будьте спокойны и уверены, да, то есть, опять же, там уходить в какие-то, ну, то есть, в эмоции, мне кажется, здесь совсем непродуктивно. Ну, и составить обязательно четкий план действий, да, что, типа, вот ровно через, там, месяц нужно предоставить этот результат, и тогда, то есть, мы закрываем глаза на какие-то недоработки. Как со стороны исполнителя вести? Тут, этот кейс, наверное, мне ближе, потому что я, опять же, много лет работала в аутсорсе, и я, как раз, вела эти самые диалоги, когда мы действительно задерживали сроки. Вот. Ищите обязательно способы исправления. Говорить такой, типа, ну, да, ну, вот, вот месяц назад у нас вот из-за этого все задержалось, то есть, ну, не надо, скажите, что, опять же, да, мы понимаем, что есть проблема, и вот мы, собственно, по плану пойдем. Почему здесь есть слово общекомандных? Как раз потому, что ваш заказчик, скорее всего, пойдет общаться с вашими другими сотрудниками, и нужно подготовить вашего аккаунта к тому, что, скорее всего, вас спросят про что-то, и вам нужно обязательно иметь одинаковую позицию. Покажите, опять же, что вам не все равно, это очень важно, да, что, типа, мы знаем, что, да, мы задержали сроки, но мы сами переживаем по этому поводу, да, то есть мы очень, вы рады сейчас все исправить. Проговорите, опять же, опасения, то есть, когда вы задержали, там, проект сильно, человек может думать, что, ну, люди могут думать, что вы его вообще никогда не сдадите. Вот. Можно прям так сказать, что, да, наверное, сейчас мы выглядим не очень хорошо, но мы все исправим, вот наш план. Ну, опять же, фиксируйте договоренности. Выводы. Все, мы пришли к концу. Выводы. Думайте о целях и эмоциях собеседника, да, то есть, почему мы сейчас смотрели с разных сторон на эти диалоги, потому что иногда вот этот вот просмотр с другой стороны дает какие-то для нас новые выводы, и как-то вообще другой подход организовывает, поэтому подумайте, что же там с нашим вторым человеком происходит. выделите время, да, я много говорила про подготовку, и на самом деле подготовка – это залог как раз успеха. Средите за достижением цели, да, опять же, не забываем, зачем вообще мы пришли в диалог, не забывайте слушать, слушать очень важно, ну и фиксируйте договоренности. Вот так. На этом все. Спасибо большое. Спасибо тебе за доклад. И сразу, да, лес рук, лес вопросов. У нас буквально будет, наверное, два, ну, может быть, есть и три вопросика, если успеем. Так, сейчас начну снова к людей, а то я смотрю уже некоторые люди по второму кругу. Привет, спасибо за доклад. Привет. Ты упоминала, что, ну, там, используете видео, но вот сейчас у нас такая специфика, что много вот ремоут работы, много вот удаленщиков. Можешь сказать чуть больше, ну, вот, где проще решать проблему в удаленном режиме, лично тет-а-тет, может, какие-то особенности вот касательно. В разных вот таких ситуациях. Где проще решать, конечно, проще решать лично. Очень многие ситуации решаются просто беседы один на один, потому что, ну, прям при личном контакте, потому что ты лучше видишь реакцию собеседника. То есть если у тебя там эмпатия хорошо развита, да, эмоциональный интеллект, то тебе гораздо проще реагировать и смотреть реакцию на человека на то, что ты говоришь. Поэтому в идеале, конечно, вытаскивать все-таки людей лично к себе. Если это недостижимо, то хотя бы Zoom с видео, потому что просто голосом, ну, можно не все правильно понять. А тут очень важно именно услышать, увидеть реакцию человека. Спасибо. Привет. Спасибо большое за доклад. Давай представим такой кейс, что ты являешься ментором человека, который не очень хорошо справляется со своими обязанностями. Как понять, когда стоит еще вкладывать в человека и отдавать себя, или стоит отпустить и сказать, ну, sorry? Ты знаешь, я скажу лично за себя, я за прозрачности прямоту. То есть если действительно ты видишь, что человек недостаточно вкладывается, именно вкладывается, или ты говоришь, что кейс, когда у него не получается? Ну, когда он не очень хорошо справляется со своими обязанностями прямыми. Ну, тут важно понять, он не справляется, потому что он все-таки недостаточно мотивирован, недостаточно делает, или он не справляется, потому что он действительно не может. Вот. В этом случае, опять же, я бы, ну, то есть прям проговорила, что типа вот у нас есть вот такие вот, такие вот, такие вот нюансы, да, и кажется, что... Ты можешь прям проговорить, что мне кажется, что ты не очень заинтересован, мне кажется, что возможно, то есть я там недостаточно как тебе помогаю, а может быть ты скажешь, что нужно еще сделать, да, то есть и прям проговорить можно последствия, что типа ты знаешь, мне кажется, что, ну, типа вот, Мы можем там еще месяц повзаимодействовать, но если никаких изменений не будет, то, скорее всего, я это буду заканчивать. За честность. Спасибо. Добрый день. Спасибо за доклад. Где? Где? Я вот стою. Привет. Бывает часто такое, что хочется поговорить на какую-то сложную тему, но тяжело начать тяжелый разговор, особенно когда ты сомневаешься, действительно ли он необходим. А вот как понять, что такой разговор действительно необходим? Как понять, что разговор необходим? Ну, тут, скорее всего, вот этот пункт про принятие решения, да, как именно принять решение о том, что стоит поговорить. Я бы тут, скорее, знаешь, отвечала, что если ты об этом думаешь, скорее всего, разговаривать стоит. То есть это вот, если у тебя, в принципе, есть какие-то сомнения, да, лучше их все-таки прояснить, потому что это, ну, то есть ничего страшного не будет в том, что ты там придешь, с кем-то пообщаешься, и ты все равно получишь какую-то обратную связь, и что-то для тебя уже что-то важное узнаешь. Поэтому, мне кажется, даже если у тебя вопрос возникает, то стоит обсуждать, то есть это как бы, вот уже если пришло, то уже стоит говорить. Спасибо. Спасибо большое за ответы. У нас, к сожалению, вышло время, но Саша никуда не уходит. Вы можете ее поймать и начать вести с ней трудные диалоги возле стенда. Она будет вас там ждать. Аплодисменты. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.